Сегодня у нас с вами в обзоре новинка, которая только-только попала на прилавки магазинов, и я имею ввиду одинарные тени от Bourjois. У меня есть все 8 оттенков, и я о них обязательно вам сегодня расскажу. И мало того, что я сделаю обзор, я еще покажу вам 3 варианта макияжа, которые можно выполнить с этими тенями, подскажу, как их лучше сочетать, или по крайней мере, как я решила это сделать. И также в довесок вам еще расскажу о новой туши Bourjois, которая называется Push Up Volume Glamour. Поэтому, если я вас заинтересовала, то обязательно продолжайте смотреть. Ну и давайте обо всем по порядку. В первую очередь расскажу о внешнем виде. Тени эти выглядят вот так вот. У них очень классная упаковка, достаточно дорого она выглядит. На магнитной защелке эти тени тоже. В середине тоже присутствуют зеркальцы. В принципе, я им особо не пользуюсь, потому что оно маленькое, и не знаю, зачем оно тут конкретно сделано, но тем не менее вы получаете за свои деньги еще и зеркальце. Рекомендованная цена на эти тени 159 гривен. Это приблизительно где-то порядка 6 долларов. Получаете вы по объему здесь 1,7 грамма теней. В первую очередь мне тоже хочется поговорить про более светлые оттенки. В коллекции здесь вышло 4 новых светлых оттенка. Первый в линейке это 9 оттенок. Это белый перламутровый цвет. Если вы искали такие тени, то это очень неплохой вариант, потому что действительно красивый, достаточно интересно переливающийся, то есть не сверкающий какими-то блестками, а именно переливающийся красивый белый перламутровый цвет. Дальше идет оттенок номер 10. Это достаточно стандартный бежеватый такой вот оттенок шампанского. Мне больше всего именно этот оттенок в коллекции понравился. Он является моим фаворитом. И мало того, что он мне понравился в прямом назначении, как тени, так он мне еще и понравился в качестве хайлайтера. Сегодня я специально нанесла его в качестве хайлайтера на лицо, для того, чтобы продемонстрировать вам его. Очень-очень классный эффект делает. У меня есть намного более дорогой аналог от Hourglass. И здесь вот посерединке есть оттенок, который называется Incandescent Light. Так вот, они практически идентичны и по текстуре, и по тому, как они смотрятся, и по тому, как они держатся. В принципе, если вы хотите действительно бюджетный аналог, очень качественный, то я вам очень рекомендую именно этот оттенок. Дальше идет одиннадцатый оттенок. Это розовый с небольшой примесью блесток. Тоже достаточно нежный оттенок. После этого мы переходим к двенадцатому. Это уже достаточно стандартный золотой, но все-таки у него есть небольшой такой сдвиг в сторону зеленого цвета. То есть какая-то примесь немножко зеленого оттенка в нем тоже присутствует, что делает его нетипичным золотым, которым переполнены сейчас все прилавки, а чем-то более интересным. Тринадцатый оттенок – это единственный, наиболее похожий к матовой текстуре, который представлен в коллекции. Он не полностью матовый, у него все равно имеется такой вот небольшой перелив, такой легкий-легкий сатиновый отблеск у него есть. И это такой вот серо-коричневый оттенок, который идеально подходит для повседневных макияжей, вот для того, чтобы чуть-чуть придать глубины в складки и, по сути, как бы не сильно перегрузить макияж или перегрузить вообще общий вид макияжа. Следующий оттенок – это единственный яркий в коллекции, четырнадцатый оттенок, как его принято называть мятный, но это такой зелено-голубой оттенок, бирюзовый. Тоже он имеет небольшое количество шиммера в себе, но в основном это больше даже такой вот именно тоже, как сатиновый. Последние два оттенка, пятнадцатый и шестнадцатый, между собой очень похожи. Единственное, пятнадцатый оттенок имеет очень ярко выраженный такой вот фиолетовый подтон, то есть это два серых оттенка, но пятнадцатый с фиолетовым подтоном, а шестнадцатый сугубо серый, классический. И в шестнадцатом оттенке вы найдете очень много серебристых блесток, и в пятнадцатом оттенке тоже они присутствуют, но все-таки из-за того, что вот есть такой сдвиг в сторону синевы и фиолетового подтона, выглядит он абсолютно по-другому на глазах. Что же касается комбинации этих оттенков, то мне, конечно, очень не хватило в коллекции побольше каких-то матовых текстур. К сожалению, в масс-маркете вообще, в принципе, с матовыми текстурами не очень хорошо обстоит дело. В основном почему-то выпускают или очень шиммерные оттенки, или на худой конец, ну, какие-то сатиновые, но не матовые. Поэтому мне пришлось так немножко озадачиться и подумать, как же их соединить. Вы можете их, естественно, соединять, как вам нравится, но тем не менее. Я создала для вас три макияжа, первый из которых это скорее такой вот повседневный макияж с небольшой изюминкой. Первое, что я сделала, это взяла тени буржуа в десятом оттенке и нанесла их на все подвижное веко, слегка тоже растушевала границы, чтобы не было никаких жестких линий. Дальше взяла карандаш от Гош в оттенке 24 Truly Brown. Это коричневый карандаш, очень стойкая у него текстура, но в то же время он неплохо растушевывается, поэтому я именно это и начала им делать, то есть растушевывать его в такую вот деликатную стрелочку. Далее мне захотелось сделать эту стрелочку более интересной, я взяла 16-й оттенок теней и покрыла им уже нарисованную мной до этого стрелку. Также немножко растушевала, чтобы выглядело это более мягко. На этом, в принципе, уже можно было остановиться, потому что это очень хороший вариант дневного макияжа, но я решила пойти немножко дальше. Взяла тени карандаш от Гош в оттенке 08 Green и нанесла их на нижнюю слизистую и также немножко вот как бы между ресницами тоже нанесла этот оттенок. После этого я взяла 14-й оттенок Bourjois и сделала нижнюю стрелку, которая также симметрично выглядела по сравнению с верхней стрелкой. И все это я закончила тушью. У меня получился макияж достаточно интересный, который не перегружает, выглядит легко, но в то же время имеет какую-то изюминку интересную. Дальше я хочу вам показать вариант макияжа, который скорее вечерний, то есть это такой больше вечерний гламур. Для того, чтобы его сделать, я в первую очередь взяла тени карандаш от Гош в оттенке 02 Beige и нанесла их на подвижное веко. Эти тени у меня будут работать в качестве базы и на эту базу тени Bourjois ложатся очень круто и, конечно, это выглядит намного более эффектно. Для того, чтобы выделить внешний уголок глаза, я взяла тени в оттенке 13 и нанесла их в складку и также на внешний уголок глаза. Все это хорошенько растушевала. И закончить мне захотелось тоже опять-таки чем-то интересным, не просто типичную стрелку сделать, а какую-то более интересную. Для этого я буду использовать две подводки сегодня. И первая будет подводка Гош в четвертом оттенке, Silver, и вторая в пятом оттенке, это оттенок Bronze. В этом макияже я решила сделать двойную стрелку. И мне кажется, что эта двойная стрелка очень классно все-таки и современно выглядит в этом макияже. Делает его интересным, нестандартным. И в то же время мы использовали золотые тени, и после этого я сделала тоже еще серебряную стрелку. И очень красивый контраст у меня тоже на этом получился. И последнее, что я сделала, это нанесла опять-таки тушь на верхние и нижние ресницы. Последний образ наиболее кричащий. Я бы даже назвала его больше как Fashion. И для того, чтобы его сделать, первое, что я сделала, это взяла тени в пятнадцатом оттенке и нанесла их на внутри и внешний уголок глаза. Растушевала аккуратно все границы, чтобы они не выглядели жестко. И на центр века, который у меня еще пока остался открытым, я нанесла жидкий хайлайтер от Elf, который называется Shimmering Facial Whip в оттенке Lilac Petal. Слегка его нанесла и сразу же после этого взяла одиннадцатый оттенок теней и также набила их на то же место. Растушевала опять-таки границы. В этом случае старайтесь, когда вы растушевываете такого рода макияж, и светлым оттенком несколько раз зайти на края темного, и потом темным зайти несколько раз на края светлого, тогда получается наиболее красивая растушевка. Закончить этот макияж мне захотелось какой-то подводкой, но я не хотела использовать черный или коричневый цвет. Сюда мне подошли тени от Gouche в оттенке 07 Blue, и мне кажется, они отлично просто сочетаются с этим макияжем. Вот тона буквально вот как созданы друг для друга. Я по всему ресничному краю нанесла эти тени карандаш, немножко растушевала, и весь этот макияж я опять-таки закончила нанесением туши на верхние и нижние ресницы. Вот такие вот три макияжа у меня получилось, и теперь давайте об общем впечатлении работы с этими тенями. Как я и сказала, стоят они в районе 6 долларов, это на данный момент стоимость теней MAC и также стоимость теней Makeup Geek. По граммам и там, и там, и там вы получаете приблизительно одно и то же, то есть если в тенях буржуа вы получаете 1,7, в MAC вы получите 1,5 и в Makeup Geek 1,8. Поэтому, грубо говоря, вес теней, объем теней один и тот же. Признаюсь вам честно, если выбирать между этими тремя марками, я бы скорее всего, наверное, выбрала бы Makeup Geek или MAC в зависимости от того, какие оттенки мне приглянулись. Буржуа, все-таки с ними трудновато работать из-за большого объема шиммеров, и если брать эту линейку только сугубо вот как она есть, то с ними работать достаточно сложно. Если же использовать их вместе с какими-то другими брендами, с какими-то другими тенями или там матовыми текстурами в других тенях, тогда это совсем другое дело, с ними можно работать. Как я уже и сказала, у меня здесь есть огромный фаворит, это вот этот оттенок 10. Прекрасный просто оттенок, как хайлайтер, как просто повседневный, для повседневного макияжа. Вот этот оттенок я вам 100% бы рекомендовала, потому что вы сможете его использовать и не по назначению, то есть 100% вы его добьете чуть ли не до конца. Что касается оттенков, которые мне меньше понравились, то это, к сожалению, оттенок 11. Я на него возлагала огромные надежды, потому что я думала, что это вот такой вот красивый, сияющий розовый, я такие тени обожаю просто. Но в то же время пигментация у него довольно скудная, поэтому без базы из этих теней в целом достаточно трудно что-то выдавить. Поэтому если у вас есть базы, то эти тени будут очень круто работать. Если сами по себе их накладывать на века, то эффект будет значительно хуже. Что же касается туши, то тушь мне очень понравилась. Эта тушь уникальна тем, что она также в составе имеет сыворотку для улучшения роста ресниц. Этот эффект я еще пока не проверила, потому что пользуюсь ей буквально может недельку. У этой туши тоже очень интересная, такая как будто гелевая текстура. То есть когда вы достаете аппликатор даже из тюбика, то видно, что вот текстура очень сильно отличается от такой вот достаточно типичной туши. Ресницы эта тушь тоже очень хорошо захватывает и также добавляет им больше объема. Длины я не заметила сильно какого-то драматического увеличения, а вот объем действительно очень классный дает. И если она с самого начала так работает, у меня есть такое вот чувство, что через какое-то время еще лучше даже она станет. Поэтому посмотрим. Если так и будет, то фаворитовка она у меня точно появится, потому что очень мне понравилась эта тушь. У нее тоже кисточка из натурального ворса. Очень такая вот она, как игольчатая и спиральная. Хорошо она захватывает реснички, удобно ей прокрашивать и верхний, и нижний. У меня ресницы достаточно короткие, но в то же время она делает достаточно интересный и красивый эффект на них. Если у вас ресницы длиннее, то для них она вообще очень классно подойдет, будет и разделять, и будут именно такие вот с хорошим объемом длинные, красивые, пушистые ресницы. А на этом я буду заканчивать этот обзор и с вами прощаться. Надеюсь, он вам понравился. Если так и было, то не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!